На территории аэропорта Махачкалы прошли учения по приему пассажиров с коронавирусной инфекцией. В них приняли участие все ответственные службы, медики, спасатели и другие специалисты. За происходящим в ситуационном центре МЧС наблюдали представители республиканской власти и журналисты. Детали в нашем сюжете. По сценарию, в международный аэропорт Махачкалы прибыл самолет из Москвы. У одной из условных пассажиров, две недели назад прилетевшей из Италии, был заподозран коронавирус. Расскажите, кто у нас больной? Как самочувствие? Плохо? Температура? Кашель? Боли в грудной клетке? Одышка? Все перечисленные симптомы коронавируса выявлены. Врачи забирают условно заболевшую девушку для оказания медицинской помощи. До приезда скорой ее поместили в специальный изолятор. Измерили температуру, собрали данные, эпиданамнез. Признаки респиранторной инфекции по легенде налицо. Температура повышена, давление понижено. Респиранторный сидром. Девушку увезли в инфекционное отделение центральной городской больницы Каспийска. По сценарию учения, до получения результатов анализов за ее состоянием будут наблюдать там. Остальных пассажиров эвакуировали на карантин. За учениями по приему пассажира с коронавирусной инфекцией на территории аэропорта тщательно следят специалисты из ситуационного центра республики Дагестан. Отработка всех действий транслируется вот на этих экранах. В прямой видеоконференц-связи специалисты различных структур и служб оперативно докладывали обо всех исполненных мерах, принятых для скорейшей изоляции условно заболевшей девушки и оказания ей первой медпомощи и безопасности остальных пассажиров. В ситуационном центре помимо главы регионального управления МЧС России находится министр здравоохранения и в Рио руководителя республиканского управления Роспотребнадзора. Они держали под контролем каждый этап учений. При необходимости от них поступали прямые поручения. Все экстренные службы отработали на отлично, отметили в ситуационном центре. Кроме того, специалисты заявили, подобные учения пройдут и на участке российско-азербайджанской границы на территории автомобильного пункта пропуска Ярак-Казмоляр. Абдурахим Белалав Даганай, Кадыр Абдулазизов, Ибрагим Магомедов, Махарбек Амариев. Время новостей.